Мы обсуждали Конституцию, пришли студенты юридического факультета с преподавателем. Я разговор перевел, в том числе, на бытовые темы, прекрасно понимая, что студентам тяжело слушать сухие термины. Конституция, статья такая-то, там вот есть недоработка, там показано. Нужно по-другому раскрыть плюсы и минусы Конституции. Вам чем нравится наша Конституция? Вчера был юбилей, 25 лет назад мы её приняли. Ну? Что? Вот всегда есть изюминка. Вы должны были вычтенить изюминку. В каждом документе, в каждом событии, в каждом поведении есть изюминка. Вот армяне, мирным путём, ни одного камня, никто не ударил никого. Пожалуйста, смогли сделать. Франция всё в крови, всё гудит. И террорист убил, новогодний подарок, так сказать, сделал. Потому что он с юга, у него ненависть. Он уже родился в Париже, в Страсбурге. Ненависть вековая. Потому что они колонизаторы, французы, британцы. Они имели много колоний в Африке. Это скапливалось ненавистью. Вот она выплёскивается. Ну и потом, допустим, французские самолёты бомбили Ливию. Может быть, он связан с ливийцами. Поэтому там хватит. Конституция. И вот видите, я хотел, чтобы... Почему я делаю сюда такой калейдоскоп? Заставить мозги работать. Если не будет вулкана в голове, такой буря, тогда трудно быстро постигнуть то, что происходит в мире. Очень трудно. Надо успеть переброситься на Афганистан сейчас. Сможем переброситься? Там что происходит в Афганистане. Там какая изюминка появляется? В Конституции какая изюминка? Статья 24 запрещается сбор информации о частной жизни граждан. Великолепная статья. Действует она? И в Уголовном кодексе есть. И тоже не действует. Журналистам хочется подсматривать, подглядывать и давать что-то такое солёненькое, перчёное. Афганистан. Если будем сейчас всю историю Афганистана, какие войны, там, это не годится. Тут изюминка одна. Они ставят вопрос в будущем, не сейчас, по компенсации. Потому что во время нахождения наших войск в Афганистане погибло более полутора миллионов афганцев. Если армяне добьются компенсации жертвам геноцида против армян в 1915 год, то это откроет возможность афганцам требовать от нашего руководства, там, допустим, в 2030 году, компенсацию жертвам десятилетней оккупации Афганистана. Мы не называем это оккупацией. Но реально это оккупация. Как по-русски слово оккупация переведём? Да? Ну, в принципе, правильно. То есть, нахождение нашей армии на территории другого государства. Ну, это красиво звучит, нахождение. А слово оккупация нам не очень нравится. Но реально это одно и то же. Сегодня весь блок НАТО там. Это тоже оккупация. Но они могут обосновать. У них есть больше правовое основание. Что там скрывался Бен Ладен, организатор многих терактов в Европе и в Америке. И в том числе 11 сентября. А у нас повод для ввода войск, это немножко слабенький. Просто обращение руководителя Афганистана. И советское руководство не хотело вводить войска. Все прекрасно понимали, что это очень плохо. Но на последнем этапе Брежнев что-то он расслабился. Когда ему сообщили, что один из руководителей Афганистана убит, задушен, в кровати прям. А он как раз приезжал несколько раз через Москву. И как-то они сошлись. Как-то он проникся к нему. Вот это перевалило, так сказать, в пользу введения войск. Хорошо это? Плохо. Когда решает все один человек. КГБ против, армия против, МИД против. Агент СЕК тоже был против. Но на каком-то этапе взял, поменял точку зрения. И вот это вот мы уже переходим к какому моменту? К парламентской республике. Что нельзя, чтобы один человек все решал. Вот Ленин решил, а вооруженное восстание. Все. СЕК против. Вся партия против. А он за. Только так он получит власть. Так он отомстит за брата. Видите? Все руководители... Где-то какая-то была рана. Какой-то, значит, ущерб. Нравственный, физический. Тюрьма. Гибель близкого родственника. Когда все хорошо, то, в общем-то, Сталин. Ну, сколько раз сидел. Ссылка, ссылка, ссылка. Бежал, ссылка. Вот. Брежнев. Вот тихая, спокойная жизнь. Ну, выпала жизнь такая тихая, спокойная. Это к чему привело? К тотальной коррупции. Коррупция не сейчас. А в Брежневском Советском Союзе, когда... Как бы... Какой-то инструмент нужен, чтобы его использовать для решения вопросов государственных. Какие инструменты можем использовать? Быстрее. А? Правильно. Только по-другому назовем. Это слишком узко. Силовые элементы. То есть сила. Одно дело. Еще что? А? Пропаганда. Пропаганда. Она, может быть, разной. И... А? Что? Убеждение. Убеждение. Это вот лично человек в чем-то убедился. Я имею в виду управление страной, государством. Силовые методы. Наверное, экономические. Да? Если они позволят улучшить жизнь. Вот сегодня президент Франции экономические меры принимает. Стоит 10 миллиардов евро. Но народ недоволен. Мало. На следующие какие действия? Продолжаются силовые против президента? Или он еще добавляет 40 миллиардов евро? Ну и это может не спасти. Поскольку уже желание не столько решать экономические проблемы, сколько убрать власть. Сменить власть. Видите, как мы перескакиваем с одного элемента на другой. Девочка, 15 лет. Челябинская область. Видите, Афганистан. Вот, значит, Франция. Вот, Армения. И вот коррупция. Мы же к коррупции подошли. Я заодно ловлю, как вы следите за ходом моих мыслей. Мы с вами объясняли, почему коррупция везде и у нас растела при Брежневе. Силовые методы возможны были при Брежневе? Нет. Потому что устали от сталинской эпохи. Так сказать, еще там 10-15 лет всего прошло. Экономические методы тоже исчерпали себя. Мощнейшая промышленность. Сельское хозяйство. Но огромные расходы на оборону. Практически 70%. Мы говорили 30%. Но реально вся гражданская промышленность в первую очередь работала на армию. Допустим, швейная промышленность. Конечно, она гражданские костюмы выпускает. Но сперва оборонный заказ. Омундирование. Омундирование. Все колонии и тюрьмы. Все шили омундирование. Оно же ничего не дает. Это форма для солдат, военнослужащих. Экономического нет здесь показателя. Поэтому, если силовые нельзя, экономические нельзя, убеждения уже не действуют. Уже люди понимают, что коммунизм не построить. Что остается? Ну, я же подсказал уже. Мы обсуждаем эту тему. Ну? Я же слежу за вами. Слежу за вашими мозгами. Слежу, чтобы вы... Коррупция. Что коррупция это как инструмент управления. Это не то, что вы дали кому-то подарочек или в конверте деньги. Но коррупция, а именно, так сказать, использование таких вот материальных ресурсов, чтобы конкретную группу граждан, миллионы людей, склонить к совершению или не совершению определенных действий. Быстродействующий механизм. Папа принес деньги и все. Вот тебе девочка там на платье хорошее, вот тебе мальчик на хороший новый компьютер. Так сказать, вот иди в магазин, покупай там икру черную и красную. Ну все, Новый год, сейчас стол такой накроем, все дым коромыслом. А спросите девочка, дочь, сын и жена. Папа, а откуда так много? У тебя же зарплата 70 тысяч. А ты уже сейчас принес там, не знаю, на 500 тысяч. И готов все купить нам. Не спрашивает ни одна дочь, ни один сын. Видите, убеждение не действует. Родной отец, вот сейчас сколько отцов вместо новогоднего стола пойдут в тюрьму. Я всегда говорил, вызовите жен начальника всех и скажите, вы хотите Новый год встретить с мужем? Тогда остановите его коррупционные действия. Мы не знаем конкретно. Мы обращаемся к женам. Никто не делает этого. Ни один министр, ни один начальник департамента, мэр, губернатор. И в этом смысле, так сказать, вот толкаем мы наших крупных чиновников. И коррупция это вот древнейший элемент. Это вот всегда было. Как только появилось, там, не знаю, лишний стакан воды, вот уже коррупция. Я уже думаю, кому мне ее дать-то. Ты можешь что-то дать взамен. Я же даю, и мне кто-то даст. Поэтому на Востоке это вообще было легализовано всегда. Идешь к начальнику, и ты ничего не несешь, это неуважение. Мы называем это преступлением, а на Востоке это неуважение. Это сложилось веками. Ты уважаешь вот этот султан, хан, там, не знаю, башкан, ну, там, от самой маленькой должности эмир до самой высокой. Нужно идти обязательно и вот положить там украшения золотые, там, ювелирные, что там, может быть, там, стадо овец пригнать, там, какие-то, не знаю, еще, еще ковры. То есть это вот, а раз мы живем вместе на одной планете Земля, то это двигается и в другую общину. В какую? Слишком перескочил на Востоке, а между Востоком и Западом Россия. Мы оказались здесь. До Запада не дошло еще. А через нас-то они идут. Русские купцы приезжают туда, а там говорят, ты что идешь с пустыми руками? Я могу вообще не пустить во дворец. Ну, тогда русский князь приезжает к себе и говорит, а что это, крестьяне, давайте, Новый год, несите. И царь еще говорил, слушай, там разберется он, вот ему денег нет в бюджете, сам заработай там. С народа собери налоги, а сверх налогов тебе тоже на пропитание. Поэтому это вот зараза, и даже заразы нельзя назвать, это бытовое название заразы. Это инструмент управления. А как вы будете управлять? Огромная масса людей, огромные государства, воевать уже навоевались, не хотят. Наступило мирное время, солдаты вернулись домой. И что, всем дадите хорошую зарплату? И изобилие будет? Нет. Везде будут нехватки. В первую очередь, нехватки здесь вот. Когда ленятся, плохо учатся. Вот посмотрите любого преступника, двоечник. Отличник никогда не станет преступником. Он может какую-то пакость устроить, но чтобы вот самому совершить, ему нет смысла. Он понимает последствия. И у него достаточно способностей, чтобы заработать, так сказать. Заработать. У меня одноклассник, даже помню имя и фамилию. Олег Калиниченко. Мама носила конфеты всем учителям. И все ему ставили, Олег, тройка, двоечник ему, тройка, тройка, тройка. Одиннадцатый класс, мы все, кто куда в вузы, он в тюрьму. Потому что у одноклассницы кооперативы начинались. Только первые кооперативы. Он с ней сошелся. Может быть, даже они уже сожительствовали. И взял, продал ее квартиру. Хорошо. Там папа с мамой дали девочке квартиру. А он, так сказать, ее, как говорится, охмурил. Продал. Она, естественно, заявила, когда еще милиция называлась. Вот вся его жизнь. Что хорошего-то? Папа инженер. Мама домашняя работница. Папа на работе. А мама, как же, вот, ребеночек, как сделать, чтобы он такой пухненький, хорошенький. Приходил бы, так сказать, как-то вот все. Коррупция. Вот что она могла сделать. Подарки. Это мелочь, вроде бы. Но учителя же ставят незаслуженные оценки. И парень все, доволен, тройка, и все, хорошо. А если бы двойка, да, ставить на второй год, оставить на второй год, может быть, он поумнел бы. Поэтому это вот, к сожалению, в крови и, ну, практически во всех обществах. Самое страшное явление, потому что трудно устоять. Вот чиновник. У него же коррупция начинается безобидно. Вот я чиновник, у меня куча бумаг лежит. Посетитель входит, говорит, Владимир Владимирович, ну, когда там решите мой вопрос? Я говорю, вот, посмотрите, 20 дел. Ваше вот внизу лежит. Я должен сперва эти решить дела. Люди тоже ждут. Владимир Владимирович, можно мое пораньше? Положите его сверху, а я вас отблагодарю. Все. Чиновник думает, а что, действительно, какая мне разница, я это дело возьму, это, это, это. Совершенно нет нарушения. Нарушения никого нет. Он должен отработать документы. Разрешительные там какие-то, там оформление чего-то. Например, я вел наследственные дела. Люди годами ждут наследства. А там миллион долларов. Он получает, там, не знаю, 100 рублей. А тут миллион долларов. С ума сходят. И вот я смотрю, оказывается, я думаю, как они взятки берут-то, за что взятки дают? Я пенсионные дела вел, там пенсии маленькие, а наследственные уже дорого. Когда я перенял дела у другого адвоката, смотрю, он говорит мне, вот, ну что, я говорю, что я должен делать? Я принципиальным был. Почему я ваше буду дело решать? А эти люди ждут. Говорит, а я отблагодарю вас. И любой человек скажет, а что я, я же ничего не нарушаю. Те другие же не знают, что я их дело чуть позже буду рассматривать. Я вытаскиваю это дело и решаю все вопросы. И, естественно, такой уже, это же у него восторг. Он работал грузчиком Иванова, вокзал. Ну что он получал там? Копейки. А мать Германии была угнана, и там осталось жить, и вот, говорится, заработала. И вот он, получается, миллионер. У человека мозги могут поплыть. Конечно, он готов всех отблагодарить. И адвоката там, или всех, кто еще где-то, кому, кому, что надо, все. Полупьяный ходил. Наконец-то можно ему гулять. Все рестораны его, все там. Волгу купил дочери. Она перевернулась на ней, потому что не умеет водить. В общем, то есть коррупция, она иной раз на чистом месте возникает. Когда чиновник ничего плохого не совершает. Ведь когда он говорит, ты мне дай, тогда я вам дам разрешение, вот в чистом виде коррупция. А когда он работает и просто передвигает, так сказать, с одного места на другое бумажки, в принципе, он не считает, что это преступление. А за стороны клиента это больше благодарность. Как врач. План операции три на завтра. Третью я уже уставший буду делать. С утра сделаю лучше, потому что я свеженький. Когда родственники того, кто по очереди третьей, бегут ко мне и говорят, Владимир Владимирович, можно вы сперва нашему папе сделаете операцию? А мне какая разница? Они все у меня в плане стоят. Все. С 10 до 12, сейчас у меня 3, там 4 до 6. Три операции у меня завтра. Но то, что я переставляю очередь, мне опять несут. То есть мы сами разращаем чиновников. И очень значительная часть из них берет не взятка здесь, а просто человек сам отдает, он... Преступления нет. Чиновник работает, врач работает. Вот если учитель ставит незаслуженную оценку, вот есть уже преступление. Почему? Потому что он за деньги выпускает брак. А когда учитель или преподаватель просто там... Или вот врач, он просто чуть-чуть раньше сделал, позже. Конечно, неудобно перед той семьей, которая получила уставшего врача. Я когда экзамены сдавал, первый шел. Потому что я чувствовал, что преподаватель устает. В 10 часов, все экзамены в 10 часов. А когда сидишь, в час заканчивается, 3 часа, он уже устал, преподаватель. И чуть-чуть ты запнулся, все, идите, вы не знаете. Вот зачетка придет в следующий раз. А когда он свеженький еще, только пришел, рассматривает, и кто готов, там, он идет. Что, начал отвечать, да, все, достаточно, идите. Отлично, там, или зачет. То есть психологически нужно было преподавателя брать. Иди первый. На свежачка. Он еще не устал. Его ничего не раздражает. Ну, мы с вами вот эти аспекты смотрим. Поэтому коррупция нужно глубже воспринимать. Сейчас Минтруда уже бьется много лет. Дает перечень. Что можно брать чиновнику, что нельзя. Но уже было это. То есть было это, чтобы подарок не был стоимостью выше трех тысяч рублей. Как мы это будем определять? Вы мне дали подарок, я бегу к оценщику. Три тысячи или сколько? Справку мне дай. Если свыше трех, я должен идти и заплатить свыше трех тысяч и взять. Да какой-то за подарок. Я работать должен. Я буду бегать подарки оценивать. То есть чиновник совершенно не понимает. Сейчас он говорит, ничего нельзя. Только цветы и канцтовары. Но мне самому подарил, значит, ручка, 170 тысяч стоит. Надо было ее взять с собой, показать бы. Люди, может, и не видели таких ручек. Поэтому он пойдет, сдаст ее в комиссионку. Там цена сразу в два раза меньше. Вот купил, через полчаса сдаешь. Цена уже в два раза меньше. Но все равно это 75 тысяч. Это хорошие деньги. Не то, что там просто шариковая ручка или какой-то там карандаш какой-то. Или цветы. Может, такое и Кибана заказать. Там, не знаю, десятки тысяч рублей будет. Потом перепродашь это кому-то. Или еще что-то сделаешь. Поэтому цвет нельзя вообще ничего. Вот моя позиция. Нельзя определить, что можно, что нельзя. Ну, что нельзя вообще ничего. Мы развращаем чиновника. Чаевые нельзя. Официант получает зарплату. И в хороших ресторанах внизу уже стоит процент за обслуживание. То есть деньги на счете уже заложены. Вы платите и в том числе за обслуживание. Парикмахер. Вообще пизде, где мы даем, как нам кажется, сверх того. Еще в дебатах говорят. Ну, мне нравится этот парикмахер. Тебе нравится, а потом он другого-то не будет стричь за те же деньги. Скажет, давай больше. Врач ничего не будет делать. Скажет, давай. Прокурор, следователь. Коррупция идет сразу по всем направлениям. И мы все страдаем. Все страдаем. Поэтому вот Саркази, он был президентом пять лет. Решил еще раз пять лет. А чтобы его потопить, вспомнили, что он получал деньги от Каддафи. По-моему, 50 миллионов евро. Все. Биография закрылась. И у сына Каддафи есть документы. Что Саркази взял на свою первую превыборную кампанию. Поэтому если копнуть, все. Вот сейчас Трамп. Адвокат его. Сейчас адвокату дали, по-моему, пять лет. Или три года. Сегодня, вчера. А? Три. Так адвокат заплатил двум девушкам, с которыми у Трампа были личные отношения. Там 130 тысяч, еще сколько-то. Можно было так сделать? Быстро. Где коррупция здесь будет сейчас? Нельзя было платить из избирательного фонда. Если бы он заплатил свои личные, это личная жизнь. Но ему некогда этим заниматься. И, естественно, есть избирательный фонд. Десятки, сотни миллионов. До миллиарда долларов доходит избирательный фонд. И то, что он заплатил из денег, имеющих общественный характер, деньги, собранные со всей страны, чтобы он использовал для выборной кампании, он оплачивает услуги этих двух девушек. Все. И теперь адвокат будет сидеть три года, а президенту импичмент начнется. Адвокат он спасет. Указ о помиловании. А его кто спасет? Поэтому коррупция очень опасна. Вот ожидается резкое обострение обстановки на Донбассе. Чем все закончится? Быстро. А? Это как бы форма события. А я говорю, результат. Результат. А? Это тоже, это последствия. Это побочное воздействие события. Гибнут люди. А? Какое? У кого с кем? Ну а как соглашение? Начинают войну и подписывают соглашение о мире? То есть ничем не закончится. Очень часто вы, получив вопрос, начинаете искать ответ. Ответ в том, что его нету ответа. Поэтому вы должны сперва снять эту стадию вашего рассмотрения ситуации. Почему ничем не закончится? Потому что эта ситуация выгодна всем. США и Европе. Точка обострения. Порошенко. Использовать до упора, пока он выиграет выборы 31 марта. Или уйдет по-хорошему. Нам, Донбассу, выгодно статус-кво, чтобы сохранить за собой земли. Нам выгодно, чтобы ничего не произошло без последствий. Чтобы в перспективе решать проблему. Ибо это будет вечная рана. Поэтому сейчас мы здесь с вами сидим. Мирная аудитория. Прекрасный этот корпус шуваловский. А тысячи ваших ровесников, им 18-20 лет, их насильно хватали на улицах. Мобилизовали. Одели форму, они все погибнут. Вот в чем знания, почему нужны. Продолжение следует.